На трассе Джигинка-Крымск бросается в глаза автозаправочная станция номер 244. Территория благоустроена, разбита клумбой с цветами. Весной здесь были тюльпаны, сейчас высажены 50 кустов роз. Работники следят за чистотой и порядком. Вовремя косят траву, покрасили заборы бордюры. Проезжающим приятно, они смотрят, всегда останавливаются на нашей клумбе, когда розы цветут, фотографируются с детьми. Зимой мы всегда выставляем елочку, к нам люди приходят фотографироваться из поселка, с нашей красивой елочкой, с Дедом Морозом. Стараемся делать людям приятно. Расположена недалеко от этой АЗС. Заправка номер 38 выглядит по сравнению с соседской неухоженной. На территории, на первый взгляд, порядок, но небрежный. А вместо благородных сортовых – полевые цветы и растения. Клумбы заросли травой, сорняком и никак не оформлены. Сергей Сергеев привел в пример соседей. Глава города обратил внимание на придорожную торговлю. Места на трассе для продажи сельхозпродукции в ненадлежащем виде. Вывески грязные, баннеры рванные. За прилавками продавцы оставляют бытовой мусор. Почему-то считают, что кто-то за них должен навести чистоту и порядок. Кардинально другая картина на въезде в село Юровка. Здесь обустроен казачий стан. Члены Юровского хуторского казачьего общества не забывают о кубанских традициях. Места на казачьей ярмарке для продажи сельхозпродукции предоставляют сельчанам бесплатно. Оформлено все в едином стиле. Для гостей курорта казачий быт – экзотика. Поэтому они с большим интересом осматривают объекты, как в музее. В дальнейшем здесь планируют продолжать благоустраивать территорию и добавлять объекты показа. Здесь только начали развиваться. Здесь будут грядки с помидорами, с тыквой. Прям живые. Чтобы люди приходят, они не видели. По телевизору только видят, как это все делается. В казачьем стане жители гостей курорта могут не только попробовать кубанские вареники, шашлыки, картошку с пылу жару, но и приятно из пользы провести время. До начала высокого сезона осталось меньше трех недель. В эти дни она позже встречает первые потоки отдыхающих. И внешний вид придорожных объектов – первое, на что обратят внимание гости курорта, въезжая в наш город. Крайний срок наведения порядка на прилегающих территориях – 1 июня. К игнорирующим эти правила применят самые жесткие меры.